Сегодня я еду к Игорю Базаджи и Эльвире, правда я с ними так и не списалась, не знаю удастся встретиться или шпроты которые я им привезла и конфеты их ждут уже больше месяца я очень переживаю что конфеты я не довезу потому что в такую жару конфеты шоколад просто плавится я надеюсь что доедет до хозяев и также две баночки шпротов я выбрала те которые мне сама нравится надеюсь что шпроты не портится в такой жаре потому что я не держала их на холодильнике готовы к выезду я вот только выехала от 9.30 это очень поздно где-то 9.20 примерно считать полдесятого только выехала что мне как-то навалилось звонков опять но это как как всегда когда ты решишь что у тебя выходной тебе надо выезжать за будет сразу миллион звонков так далее вот тоже опять же да вот я организовываю врача конечно я могу этим не заниматься я так знаю что у меня все создали у всех ответ будет на руках я знаю кто это делает если ответа нет я знаю куда позвонить цена тоже для людей очень дешевая выдаю анкеты людям при встрече объясняю до заполните имя фамилия адрес там не надо там в какой-то школе в какой детский сад ходил вспоминать да то все очень просто на пальцах понимаете и вот приходит врач мне периодически звонит нет туристов вы включите пожалуйста мозг и я извините не не обижайтесь да на меня сейчас но это просто вот из песни слов не выкинешь приходите вам организовали встречу придите вовремя придите на пять минут раньше это врач вы в латвии там я не знаю представляете что вы к примеру имеете право к врачу опоздать там нет все приходят на встречу с врачом тут врач не какой-то младший медперсонал приезжает к вам до сделать этот тест и вы имеете право опоздать на него но вообще более того да он пришли в незаполненный анкет нет вообще я сейчас врачу я участвую времени нет да это мне просто взяли испортили настроение с утра вот так легенько из папа подпортили да я ему скажу что его так зовут кстати орфеос у меня врач такой сейчас у меня есть личный врач на крите орфеос классный мужик кстати такой с юмором так вот представьте да он мне звонит такой он там что-то там это колбасится сфотографирует им эти анкеты я ему скажу в следующий раз никому не делаешь тест без анкет все идут в номер к себе несутся заполняют анкеты мы-то рассчитываем время то есть сколько ему нужно будет на каждый отель от отеля до отеля до чтобы человек у него другая работа у него медицинский центр свой да то есть люди на отдыхе включите мозг будьте уважительно ко всем в общем короче вот такая вот история и выехала в 9 30 поздновато у меня опять сломалась моя держалка поэтому а я люблю в дороге именно говорить у меня пока я сегодня наводила марафет не столько хотелось рассказать и но я вынуждена держать перед собой телефон и конечно смотрю на дорогу но мне неудобно то есть я не могу так расслаблено конечно вещать как если бы это я делала со своей держалкой но вот жалко у меня второй раз сломалась вот так что такие дела я когда выйду на ровно дорогу прямую я тогда думаю я поснимаю все-таки то дурчик он любит когда я его беру очень конечно лучшим дома сидеть вот но она прекрасно себя ведет и в людях ведется прекрасной и в машине прекрасно себя ведет и и он очень любопытный нравится смотреть окно хотя ему не очень удобно и так дома на эту дольчик удобно тебе кстати вчера было два землетрясения одно 40 40 одно 4 кома один баллов второе было но еще так слабенько но тоже чувствовалось собака у меня даже перепугалась спрыгнул с дивана я была в чем мама родила то что извинить за подробности жарко же я схватила собаку первое потом думал где мой телефон и третье конечно я подумала что надо одеть что-то на себя и куда бежать в случае как бы усиление потому что вообще неприятно конечно когда ты это понимаешь что ты ничего в этой жизни не контролируешь вот землю трясет и все у нас до сих пор строится дорога обрезается вот этот вот холм потому что камни падают и вот здесь вот сейчас обрезается дорога делается дорога такие вот валуны падают и и то есть мы заехали взять кофе заправились перекусили это моя любимая заправка там у них произошли про изменения я обалдела что у них оливковое масло 4 евро с копейками extra virgin но это неважно сейчас у нас уже почти 11 часов это по поводу работы туристического представителя на крите рассказываю какие вопросы вот я когда видео снимала слышали мне поступил первый звонок после этого звонка мне надо ну наверное звонков шесть еще разных было ну то есть что за работа туристического представителя что он делает свой выходной я хочу подчеркивать свой выходной значит без перерыва все звонят спрашивают во сколько у них выезд на следующий день я своим всем при прилете пишу тем у кого 7 дней они знают во сколько через неделю их забирают дело что понятно наши туристы они просто берут эти листы теряют совершенно опять же безответственно относятся к этой информации потом позвонила женщина которая уже две недели негативная просто нереально сначала она наехала на моего коллегу немцев облизывают нас ни во что не ставят на все на рецепшене на все нет ничего нам не хотят говорить ну в общем такое такие есть негативные туристы тоже вот она мне звонит по поводу что она за деньги ей не хотят продлевать значит номер она журналист она вот вот тогда значит вы считаетесь я вернусь в ригу я там напишу негативный отзыв господи если человек адекватный отель всегда идет на встречу вот и я все равно конечно позвонила в этот отель говорю вот так и так что я и предполагала да они не могут за деньги даже продлить потому что просто у них заезд идет все номера заняты а вот то есть а по коферским правилам там еще надо не только убрать но и проветривать еще час они не могут им продлить даже за деньги этот номер но люди то не понимают и более того на рецепшене сказали что ну как бы люди должны выбирать в каком тоне разговаривать потому что на рецепшене же тоже работают люди поэтому надо и выбирать тон да не князья как говорится да в общем в любом случае я уже поняла что эти туристы за две недели вынесли мозг этому отелю бедному и они просто вообще но пошли пошли на встречу на часик просто продлили деньги даже не взяли лишь бы они в общем больше не можем продлить но хотя бы просто на час в общем занималась этим потому что мне надо написать вот туристы звонят и пока выяснишь откуда вообще они потом ты должен найти эту гостиницу откуда они были потом ты должен связаться с гостиницей после этого ты должен перезвонить этим людям и не всегда этот вопрос на этом этапе завершается потом позвонил мужчина который совершенно нормальный отель это в Пелагея вот и жалуется на соседей что не дают спать что он не спал до часу и потом но это не тот случай когда я буду осуждать своих туристов потому что они терпели пару дней они сначала сделали замечания сами и вы можете догадаться кто заехал в соседе какая национальность в общем заехали и давай там громко говорить ржать песни петь музыку включать они два дня пытались с ними сами решить этот вопрос вчера вечером в час ночи потому что это представьте это же все время творится в час ночи они пошли на рецепшн и попросили уже чтобы те повлияли как-то да я так понимаю дядечка ночной администратор пошел что-то сказал после чего неадекватные туристы врубили музыку еще громче и до 4 утра дискотека продолжалась вообще на Крите и в Греции с 11 часов должна быть тишина то есть есть установлено вот такое время можно вызывать спокойно полицию если кто-то песни орет там или там что-то делает а тут до 4 утра люди заплатили за отдых а не за то чтобы вот выслушивать это все мне конечно надо было тоже звонить на рецепшн и опять разговаривать по поводу неадекватного поведения туристов которые мешают всем остальным и ориене МДК к сожалению, Игорь в Базадзи не ответил мне не прочитал мое сообщение а у меня лично кофе по-моему, нет телефона. В общем, не суть важна. Я все равно к ним поеду. Надеюсь, что они будут на месте. Сегодня суббота. А я сейчас как раз думаю заехать в рейд темно, показать вам замечательный девочкам, замечательный этот магазин, про который я рассказывала, где я купила часть бижутерии и самое главное платье, от которых я без ума. Жаркую погоду просто нереально круто. Как будто пушинка на вас, и вы вообще не ощущаете. Одно платье вы уже наверняка на мне видели, оно потрясающе. Это индийский хлопок. Просто я не чувствую его, оно воздушное. И второе, еще одно тоже элегантное, тоже индийский хлопок. Я просто без ума от этих двух платьев. В городе Аретим, но я впервые купила вот эту, вот эту потрясающее изделие из таких, как бы, лоскутков сделано. Это ручная работа, вот это вообще топ of the top. Потом в городе, это было рейтинно, рейтинно. В городе Святого Николая я нашла похожее к джинсам, к дониму. Вот такое вот, тоже красивое. И вот это я очень довольна. Думаю, что сегодня опять я его одену. Такое яркое, веселое, для настроения, летнее. Из лоскутков сделана ручная работа. Ну и, конечно, еще один топ of the top. Это мои серьги, которые тоже покупал в городе Святого Николая. Тоже ручная работа. Я их просто обожаю. Вот они прекрасно сочетаются и с этим украшением. Ну и с этим украшением. И еще одна находка моя. Это в этом году 15 евро стоит. Это тоже крутое колье. И с бижутерией. В красивых бумажках. Вот такой вот пакетик. И вот такой вот. Сегодня я поеду в рейтинно. Я постараюсь показать вам этот магазин. Там шагу белые. Ну а у меня уже открывается вид на Белые горы. Но из-за дымки, из-за жаркой погоды, конечно, никаких гор практически не видно. Мы въезжаем в город Рейтинно. Знаете, что у велосипедистов шикарная задница. Немножки натренированные. У меня был как-то велосипедист. Ну а что, нам открывается вид на Фуорететсу. И сейчас мы с вами поедем до порта Старого. В общем, с правой стороны мы проехали автовокзал. Вот. И я хочу на платную стоянку. Не потому что я хочу платить. Потому что она в самом центре города. Ну а здесь можно было бы тоже оставить. Она, по-моему, бесплатная. Но кусок идти я не хочу. А Рейтинно достоин, чтобы его отдельно сняли. Вот. Поэтому как-нибудь я специально приеду сюда, чтобы заснять этот город. А так как у нас путь идет до Ханьи, я лишь хочу купить платье свое, которое мне не дает спать, то город показывать в этот раз не буду. Вот это как раз и есть платный порт. Платная, вернее, стоянка. Но мне удалось сегодня бесплатно найти. На самом деле в Рейтинно много хороших магазинов. И точно надо приехать и походить. Но вообще много здесь. Снимать очень много. Я потом покажу одну из улочек маленьких, если мне не будет лень. Но сначала я иду за своим платьем. И вот если идти с порта, вот это мой магазин Dream Fashion. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам ничего не напоминает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 парни уже просто поднадоело все вот вот сюда я планирую приехать на море потом может взяли даже матрас но пока это конечно мы держим путь к игорю и эльвире прибыли к месту назначения а мы не ждали вас а вы припорлись а примерно это вот так вот что хочу вам сказать я хочу вам сказать что парковочку еще тут надо найти поэтому мне пришлось развернуться и сейчас я поеду искать парковку и потом мы пойдем пешком не судьбоносная у нас 3 часа не стоял я поехала 4 часа слишком много для того чтобы ехать обратно для себя я скажу только то что знаешь чтобы тебе сказать как бы выразиться не делай добро людям если об этом не просят наверное вот так но имеется ввиду ничего страшного просто жалко что я проделал такой огромный путь мне не интересуют те пляжи которые здесь сейчас попробую вычислить как мне обратно поехать и какие мне взять ну куда мне заехать где здесь не было чтобы мне хотелось посмотреть теодорчик устал вот я тоже устала сколько мы ехали сколько сейчас времени сейчас на часа три вот а выехали мы ты помнишь 10 поэтому пять часов по дороге там с остановкой в рейтемно ладно все поедем обратно не повезло нам сегодня всегда неприятно когда что-то не удается и когда нет времени вообще то есть сейчас пол третьего это мой выходной то есть у меня нет времени совершенно как куда-то там кого-то ждать искать и потом поздно ехать обратно у меня просто совершенно нет времени мне еще надо сделать документы вечером которые в офисе завтра утром надо распечатывать поэтому конечно и у меня нет так много времени и собаку таскаю хочется чтобы он тоже немножко вышел побегал где-нибудь там на пляжике полежать и я уже проголодалась конечно поэтому но не получилось не получилось что я что могу сказать до 5 часов это четыре с половиной часа в дороге мне столько же еще надо назад отправляться поэтому сегодня поработала развозчиком шпротов не хочу терять этот день хочу все-таки не в машине его провести а выйти покупаться где-нибудь собачкой покупаться и потом покушать подумаем как лучше сделать вот не Пиши с новой строчки Обед Подчеркни От супа отказалась Отказалась В скобках Суп харчо Харчо Дальше Три порции шашлыка Выбросила в пропасть Пропасть Теперь вино Так вот пути дорожки забили нас сюда Удивительная мечта Я вот думаю Съезд по низу есть Но я так поела Я ничего не влезла Уже в пропасть Но если честно кроме вида Здесь ничего нет И греческий салат Был вкусный, но он был теплый Поэтому овощи Хочется, чтобы были Более холодные Пиво Пиво мне не понравилось Хотя вроде как митос Здесь как бы Сувлаки были сухими Картофель не соленый Хлеб невкусный Какой-то кисловатый Трудно мне что-то сказать В общем сегодня было все Невкусно Кроме салата Ну вот мы наверное Двинем дальше Можно проехать туда Причем не сложно Я говорю, что хочу Я говорю, что хочу Да, кто же задолбался то Он поел Я только ради него сулаки заказала Он поел Детелька устала От переездов Кстати, обратите внимание Здесь военно-морская база НАТОР Здесь подлодочки, корабли НАТОВСКИ Периодически Видны Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот мы сейчас Проверить супер-время в Георгуполисе Я очень люблю эти пляжи Могу сказать, что они идеально чистые Но они натурально загрязнены Разными камушками Разными палочками Но я обожаю, что они очень-очень широкие Лежаки, хоть и страшненькие Но можно взять за напиток Напиток 4,50 Но можно покушать Таверна рядом Парковка рядом И конечно Вот эта широкая волна Она всегда поражает Свой красотой И конечно, когда ты купаешься На матрасе Сейчас я покажу Я обожаю смотреть на эти горы Когда ты купаешься Ты их просто, знаешь, созерцаешь Здесь реально, как у нас Врага цемсы Врага цена Врага цена Врага цена Врага цена Врага цена Врага цена Немножко не по плану В том плане, что Я не познакомилась с людьми С которыми, ну, наверное, уже Давно хотела познакомиться То есть все заочно, заочно Вот Вот это не произошло Ну и, конечно, если брать расстояние То Можно было бы провести Более Продуктивно В свой выходной Но Тем не менее Как бы вот Последние вот эти часы Георгополис, пляжи Там давно не была И я получила наслаждение, конечно Вот пребывание там Узнала несколько хороших мест Ну, в общем Конечно, если я буду еще проделывать Такой путь, то я буду делать Маршрут, чтобы Пустую не выстреливать Да, но Как я уже сказала Я вот ощущаю вот такое вот Пластное состояние Самое главное Отдохнувшее Мелкий Самое главное Для меня тоже Накупался Накопался Субтитры сделал DimaTorzok Я путешествовала по Греции на машине неоднократно. Именно вот эти участки дорог, по которым сейчас я еду, они мне напоминают серяковую часть Греции. По сравнению с Критом, в Греции, конечно, гораздо лучше дороги. Вообще, я считаю, что прекрасные дороги по Греции. Особенно трассы, которые платные. Единственное, что ты платишь через каждые 5 минут, но путешествовать очень комфортно. Надеюсь, вам понравился мой день. Так что, все, пока-пока. Невероятно, конечно, да? Наверное, не надо об этом рассказывать. Но, с другой стороны, я до сих пор не понимаю, как можно было не выйти просто к человеку, который тебе проделал путь, порадовать тебя. Который старался. И вот я сейчас смотрела некоторые влоги, да? Люди там прям переводят какими-то чуть ли не ящиками подарки. И огромные сумки и так далее, да? И, наверное, мой скромный подарок в виде двух консервных банок со спротами и конфетами, он не удосужился даже того, чтобы мне сказать спасибо. Вот. Мне, с одной стороны, знаете, как я вроде как не заметила это, а с другой стороны, видно, заметила. Потому что где-то это у меня ушло, и я как-то даже без удовольствия смотрю влоги сейчас Игоря и Эльвиры. Мне немножко неприятно, да, что так получилось. Для всех, кто не в курсе, я расскажу. Мало того, что ты испачкал меня, так ты, блин, шайс не снимать. Так вот, представьте, да, человек... Ну, я написала заранее. И, в принципе, мы переписывали с Игорем, он знал о моем существовании и существованиями двух банок спротов. В принципе, именно он и попросил, чтобы, скажем так, мне хотелось людям сделать приятное, но не будешь вести то, что им не надо. Вот, поэтому, допустим, если я думаю о них и выбираю конфеты для них, мне хочется, чтобы попробовали эти конфеты именно они, а не дети и внуки. Вот, поэтому я спросила конкретно, чтобы они хотели, чтобы я им привезла, ну и вот они попросили шпроты. Это так всегда случается у нас. Тео, Тео! И вот вчера я посмотрела несколько видео, которые меня вот сейчас, видать, слегка задевают, да. Хотела просто поговорить об этом тоже. Я посмотрела видео на странице Игоря Базаджи и Эльвиры, это Акрития с первых рук. Или Жизнь на Акритии, я же не помню, сейчас уже не помню. И, понимаете, там вышло два видео, одно называлось, я его не смотрела. Первое, заголовок был, что лучше дарить или принимать подарки. И второе, это несколько видео, которые я посмотрела, это о том, как люди просто там, не знаю, в очередь стоят и привозят подарки, посылки им, там, не знаю, чемоданами. И если раньше это меня умиляло, да, то после недавних событий у меня поменялось отношение, к сожалению. Но вот я пока ничего не могу с собой сделать. И мне очень хочется надеяться, что я никогда не поступлю так же ни с кем. Каждого человека, кого коснется какое-то мое видео, не знаю, еще что-то, все люди, они действительно, мне кажется, важны. Окей, там это ничего не должно никому, но какой-то капли уважения к любому из людей, мне кажется, надо проявлять. И знаете, я зимой, когда там они говорили про подарки друг другу, это, я не стала понимать эту тему, комментировать, потому что я не понимаю, как можно не дарить подарки друг другу. Вот, они не понимали, зачем дарить, ну так, комментировали людей, что они не понимают, зачем подарить подарки друг другу, когда они живут рядом. У меня тотально другое мнение всегда было, потому что ты делаешь не потому, что ты живешь рядом или далеко, а просто потому, что ты хочешь обрадовать человека, и даже выбирая подарок этому человеку, у тебя есть какой-то такой, знаете, внутренний трепет, радость, ты представляешь, как этому человеку будет приятно, как он будет распаковывать этот подарок. И в этом есть великий кайф и наслаждение, и дарить подарки это круто, и поэтому я никогда не понимала, как люди не дарят подарки даже на важные даты. Мы люди, да, и мы ничем не отличаемся взрослые от детей, мы всю жизнь внутри остаемся детьми, и чем дольше мы остаемся детьми, мне кажется, тем дольше мы остаемся людьми в первую очередь, Потому что именно тогда в нас живет дух приключений, азарт, радость и так далее, и желание жить и открывать что-то новое. Ну и для меня тоже эта тема подарков, она такая, что, конечно, я купила не одну пару шпротов, чтобы попробовать и знать, что вот эти самые вкусные. И мне очень хотелось сделать людям приятное. Я не могла привезти много, потому что мне просто элементарно тяжело было с собакой, с перевесом, с багажом. Поэтому я взяла столько, сколько я могла взять, я потом выбирала, хотела конфеты, то же самое, я не покупала, знаете, просто надо что-то привезти, я прибегаю, быстренько взяла. Так нельзя, там ничего есть, Тео! Поэтому, конечно, я тоже выбирала подарки им, и этот процесс был приятным, я думала, что людям подарить. Вот, а потом приехала сюда, и жизнь так закрутилась, что целый месяц не было ни одного выходного. Конечно, хотелось познакомиться давно, мне всегда были очень интересные и приятные эти люди. И вот, наконец, мой единственный выходной, такой полноценный выходной. Я беру собаку в жару 35 градусов, да, в подарки, и направляюсь к Игорю с Эльвирой. Конечно, за день до этого я написала, и мне как бы не ответил Игорь, да, но даже не прочитал мое сообщение в мессенджере. Но я расценила, как бы, что у меня один выходной, я понятия не имею, когда еще приеду, и месяц целый прошел, думала, поеду, поеду. И уже в процессе, когда я уже была после рейта, но я уже была в Ханье, вернее, подъезжала к Ханье, я уже позвонила Игорю, потому что я видела, что он в сети, но он не читает мой мессендж. И, если честно, меня просто убило его сообщение о том, что он устал. Я могу его понять, они там прибыли с Гавдуса и так далее. И он сказал, что он, когда ты будешь? Ну, я сказала, что буду через 30 минут, но вы согласитесь, что 30 минут, как бы, это можно подождать человека. Я не напрашивалась на чай, на кофе. Я хотела приехать, поздороваться, спросить, как дела, может быть, выпить чай, а может быть, и не выпить, может быть, просто выпить холодной воды с дороги, потому что мы долго ехали с собакой, и подарить подарки, обняться, ну, как сказать, друг друга хорошего сезона, хороших подписчиков, это все, что я хотела, да, то есть просто увидеть людей вживую, за которыми я наблюдаю уже 3 года, по-моему, если не ошибаюсь. И каково было, вот, действительно, мое разочарование, что я сейчас уже по прошествии, по-моему, двух недель не могу этот осадок выкинуть из сердца, что я не стала ничего говорить, то есть он сказал, что он будет спать, вот, ну, ребят, согласитесь, что можно поставить будильник, поспать 20 минут и встретить человека хотя бы, да, который ехал, который старался для вас, который ехал 3 часа, да, вот, но он сказал, что будет на месте Эльвира. Для меня понятие будет на месте Эльвира, это значит, что он предупреждил свою жену о том, что приезжает какой-то очередной подписчик и оставь записочку, где тебя можно там, не знаю, найти или там позвонить, или там что. Или скажи мне, что там на дверях есть звонок, звони на звонок, или там, я не знаю, у нас колокольчик есть на рецепшене, звони на рецепшен, чтобы мы знали, что ты приехала. Ничего не было сказано, но я поняла, что, значит, я так все найду. И вот, представляете, я приезжаю, никого нет, вообще никого. Я, честно, я не хотела делать это видео, я снимала для себя, я всегда снимаю для себя, но, может быть, я сделаю это видео, еще и оно не готово, и даже не скинуто с телефона. Но было, я пришла, никого не было, я подождала, я походила, я не увидела, ну, звонить Игорю на мессенджер, я не хотела, чтобы человека не будить, а кричать, ходить Эльвирова, весь город, ну, как-то глупо, согласитесь, да. И я не увидела нигде никаких опознавательных знаков, что меня ждут, или там, как их найти. Поэтому я оставила подарок, я не стала заморачиваться даже писать от кого, потому что Игорь знал, что я приезжаю. И вот вы можете себе представить, что, честно говоря, я думала, что это была суббота, и будет вечерний эфир, Игорь просто замолвится словом, спасибо Анете, она поезжала, вот так получилось, что мы не встретились, но она привезла нам подарок, большое спасибо. Я посмотрела прямой эфир через дня два, там вообще ни слова было, просто о человеке, Ребят, это прямой эфир, это займет ровно минуту сказать спасибо человеку, который проделал путь к тебе, и которого ты не встретил. Но прошло два дня, и мне даже не пришло спасибо на email. Для чего это все снимаю? Я снимаю это просто для того, чтобы вот, ну, наверное, выговориться и сказать, не сделать антирекламу, хотя я, конечно, знаю, что, наверное, это для кого-то послужит такой антирекламой, а я такая, знаете, как обиженная бабка. Пусть, пусть я буду обиженной бабкой, но это мой влог. Я перестала комментировать, я перестала, как следить, грубо говоря, уже за ними, потому что, ну, вот так вот поменялось мое мнение, к сожалению. Поэтому, конечно, когда ты смотришь, с какой радостью они всех приглашают, распечатывают подарки, огромные ящики там и так далее, и когда ты скромный человечешка привез две баночки консервов и коробочка, ты даже не удосуживаешься, чтобы к тебе вышли на пять минут и сказали тебе спасибо. Спасибо. Я не хочу думать о людях плохо, ни о ком, да, но я очень надеюсь, что я никогда и ни с кем не поступлю таким образом. Я уделю как минимум одну минуту человеку, который может подъехать, и обязательно скажу, обязательно скажу ему спасибо за ту энергию и внимание, которую этот человек потратил для меня. Какая-то я сегодня злая, наверное. Вернее, я не злая, но вот так вот. Это будет, наверное, внеочередной влог, потому что смысл этого влога потеряется, если я... Ну, может, я найду эти видео и сделаю общий блог. Ну, ладно. Ребятки, день начинается, он у меня будет сегодня выходным. Без машины на Крите делать нечего. Пляс я не люблю, когда людей много. Я люблю отдаленные пляжи, поэтому посмотрим, как пойдет жизнь. Еще, я сейчас буду немножко такой плохой тетей, вот, но видно, как...